Ребят, всем огромный привет! Сегодня я отвечаю на ваши вопросы, оставленные под постом в запрещенной сети. Итак, у меня их 100 тысяч штук, я вчера наделала скринов и сегодня спешу ответить на все самые интересные. Поэтому, если у вас есть вдруг невыясненный вопрос, обязательно под следующим постом, где я буду собирать вопросики, его оставьте. Что делаете, когда очень долго не можете получить того, что сильно хочется или, может, такого никогда не было? Бывают, конечно, какие-то вещи, которые не случаются, хотя хочется. Но смысл в том, что, скорее всего, у вас есть вторичная выгода от того, что вы это не получаете. Из таких психологических практик можно написать 10 страшных вещей, которые случатся, если это произойдет. То есть, может как бы на поверхности быть ваше очевидное желание поскорее это реализовать, но по факту, если оно происходит, там какие-то сопутствующие обстоятельства, которых вы боитесь, например. И поэтому вы будете максимально это мероприятие не впускать в свою жизнь. Хотя, как бы внешне, очень сильно его хотеть. Но, в общем, надо выяснить, что будет, если все-таки оно произойдет. Такого страшненького, что вас пугает, вы это подавляете. И как это разрешить, например. Есть больше шансов, что оно тогда гораздо быстрее реализуется. Например, вот я хочу, хотела бы худеть. Но все знают, блин, я все-таки на канале 12 лет. И как бы ни одного дня, по-моему, без этого не обходится. Ну и в общем, как вы видите, все зря. На самом деле, ну, у меня получилось там достичь какой-то промежуточной цели. Но вот того, чего бы мне хотелось, чтобы я такая прям поджара была. Знаете, как гончая на охоте. До этого далеко. Я понимаю, что, скорее всего, в том числе. Ну, во-первых, помимо того, что надо отказаться там от еды, ну, которую я люблю. А я, в том числе, не все полезное ем. И в ночные приемы пищи моя любименькая. Ну, вот я думаю, что ни одна хорошая фигура не стоит того, чтобы себя лишать этих удовольствий. Но еще мне кажется, что не последний фактор, это то, что мне придется весь гардероб менять. И я сейчас вот думаю, блин, а где эти вещи брать? Или ушивать тоже результат не гарантирован. Или просто надо полностью все менять. И сейчас ни в магазинах нет ничего. Ну, то есть я примерно нашла, где у меня вторичная выгода от того, что я не достигаю целей. И, как правило, у любого нереализованного желания есть много всего такого. Алена, вы визуально очень изменились? Вдохновляйте, ходите ли еще к психологу? Есть ли четкое видение себя до и после психотерапии? Какие главные выводы? На самом деле нет, прям вот так вот. Так, что еще у меня интересненького произойдет? Ребят, я разбила экран ноутбук. Вот что еще, ребят, произошло. У меня упал телефон. И, блин, прям сюда. Прям сюда! Как ты умудрился это сделать? Охрененно просто, блин, я обожаю свою удачливость. Мне покупать надо новый ноут, да, наверное? И я думаю, он сейчас стоит примерно полмиллиончика. Это будет мое самое дорогое видео. О, господи! У них еще нифига не видно, блин, как читать теперь? Так, что там я рассказывала про психолога, да, про до и после? Нет такого жесткого перехода, потому что все это происходит плавно. И, как бы, твоя картина восприятия себя, мировоззрение вообще по чуть-чуть меняется. Ну, и смысл в том, да, основной, это то, что часто нас воспитывают как удобно родителям. Ну, вот, в целом, вот, культ послушания, это что такое? Чтобы не доставлять родителям лишних проблем. Вот тебе один раз сказали, ты пошел и сделал. Никаких нервов на тебя не надо тратить, ничего объяснять. И все остальное в том же русле. И это может, знаете, прикрываться моралью, например. Или вот то, что так принято, или ты должен. Какими-то обязательствами, типа, которых на самом деле нет. Когда ты приходишь к психологу, она все это вот так вот расковыривает. Ну, зависит, наверное, от психолога. Но в моем случае она такая, нет, ты не должна. Нет, ты можешь это сделать. Нет, ты вполне можешь вот так поступить. И я такая, как? И очень много моего переосмысления жизни строилось в том, что какие-то скрепы, которые я для себя считала недвижимыми, на самом деле оказались абсолютной иллюзией. Блин, не могу я на это смотреть, ребят. Когда двигаешь экран, там, видимо, шлейф зажимается. И, в общем, он теперь разными цветами радуги. И иногда вообще ничего не видно, это капец. Нельзя было в одном месте взять вот так и сломать. Мы уже сколько? Полтора года в месте. А чтобы все остальное нормально работало. Зачем так делать? Задумывались ли вы когда-нибудь об увеличении губ? Планируете ли это и почему? Задумывалась-то я задумывалась, но огромное количество не очень красивых результатов, которые я вижу вокруг, меня пугает. Еще пугает то, что замыливается глаз. У очень многих девочек, которые делают любые процедуры, и они потихоньку превращаются в роботы-женщин. Ну, то есть, очень меняются пропорции, все становится чуть-чуть гигантским. Вот большой ротик, вот эти скулы. Я понимаю, насколько может быть маленькая, ну, классная, пропорционально и красивая, нежели как формально выпукло-объемно-большой, но в контексте потери пропорции, выглядящая даже немножечко пугающе. Но если у вас прям очень-очень-очень маленькая верхняя, ну, или какая-нибудь, как повезет на обычно, верхняя меньше, чем нижняя губа, то есть, возможно, один раз стоит сделать какой-нибудь филер, потому что я делала один раз после того, как родилась Алиса. Помните, у меня был ужасный результат, я рыдала, то есть, оно мне выдвинулось вперед, но все равно из-за того, что туда вкалывается гиалуронка, внутренняя полость, получается, расширяется у губы, и гиалуронка потом рассасывается, но это место частично заполняется тканями своими, и губа уже не будет такой маленькой. То есть, даже если у вас не очень красиво она куда-то будет торчать, все равно это в течение полугода рассосется, а губа останется чуть больше за счет заполнения. И, в общем, у меня так и получилось, что она после увеличения немножко больше стала, и я теперь ее не трогаю. Хотели бы вы жить в частном доме, завести собаку, и вообще, как относитесь к собакам? У меня была собака дома где-то с моих лет 6, и, не помню, лет до 20, наверное, может больше. Это, конечно, крутой опыт, но это постоянно ребенок, который никогда не взрослеет, то есть, он полностью от тебя зависит, и с ним нужно гулять, да, 3 раза в день, в том числе желательно хотя бы 1 час, полноценная прогулка с пробежками, болеешь ты, не болеешь, температура, холод, дождь, никого не волнует. В общем, ребят, теперь мой ноутбук выглядит вот так. Я теперь не знаю, как читать вопросы. Ну что, я вопросы переписала на листик, потому что ноутбук, по-моему, умер окончательно. Ладно. Так, я рассказывала про свою собаку. И надо сказать, что мой пес, пират, да, он в свое время преподал очень крутой урок преданности. Вот, потому что вообще он был такой очень миролюбивый, он никогда не кусал девочек, даже если они на него нападали, он максимум мог прижать, ну, то есть, бывают агрессивные собаки, вот какая-то сучка там что-то и покажется, и вот она несется, она там пыталась его кусить, и он ее придавливал к земле максимум, то есть, вот, прижимал, и он не кусал, то есть, он рычал, но не трогал. Мы, вообще-то, у нас семейная легенда была, мы все-таки оваться, оваться. Но со временем просто пришлось убегать, когда видели, что какая-то собака приближается. В общем, я даже не подходила, потому что я знала, что он не будет кусаться, там, как-то активно драться, и за его безопасность отвечаю я. И мы всегда уносились в другую часть, там, карасуна, это озера, где обычно собачники гуляют. Но когда он был совсем маленький, я сейчас расскажу быстренько вам историю. Когда он был щенком, тоже моя сестра с ним гуляла, и бывают некоторые хозяева выгуливают своих агрессивных собак, и, в частности, абсолютно не против, когда те нападают на других, в том числе щенков. И вот гуляли два питбуля, моя сестра спросила, они кусаются, хозяин сказал нет. Они пошли на сближение, в итоге собаки накинулись на пирата, он был маленький совсем. Ну, и практически его загрызли, то есть оттащить двух взрослых собак от щенка, там, даже ты к пасти не подберешься. Ну, в общем, кое-как. Потом, кстати, оказалось, что хозяева это практиковали. То есть не было, в принципе, на карасуне собак, в том числе щенков, которых бы его псы не покусали. И он спокойно ходил, ко всем подпускал. И в итоге мой пес, он, ну, сестра его домой на руках несла, он весь в крови был, с рваными ранами, он после этого очень сильно боялся собак вообще. То есть он прям только видел какую-то взрослую собаку, он начинал скулить, прятать. Через какое-то время он уже выздоровел, да, но там, типа, прошло пару месяцев, также он очень сильно боялся собак. Ночью мы пошли все вместе гулять, и я тоже, мне лет 7 было, помню, что залезла на какую-то горку, и, значит, выбежал док, был тоже на этом карасуне, и начал на меня гавкать. И я тоже боялась собак, потому что тоже на меня в детстве там кто-то накинулся. И я, помню, упала на живот, и поднимаю глаза и вижу, что надо мной стоит этот огромный взрослый док, гавкающий на меня, и причем у доков у них такой адский бас, прям очень, хотя у них тоненькие худые лапки, но при этом очень низкий страшный голос. И вот он стоит на меня гавкает, и вы представляете, мой пират, который был щенком, и это типа док в 6 раз больше него, и он прибежал и стал между мной и этим доком. Ну, естественно, в какой-то драке у него вообще бы не было шансов. Ну, слава богу, что док просто гавкал, то есть он такой, как потом оказалось, был вполне миролюбив. В общем, мой маленький щенок, и я помню, поднимаю глаза, и вижу, что он стоит передо мной, тявкает в ответ, и у него трясутся задние лапы, вы представляете? Но он при этом, то есть он преодолел и понимал, что его сейчас загрызут, но он все равно прибежал и начал меня защищать. И я просто, хотя бы была маленькой девочкой, мне это так тронуло вообще. Ну, и в целом, это до самого конца, если у вас есть собака, то это такое существо, которое без раздумия даст за вас в жизни, будет драться, что называется, до последней капли крови. А, и про частный дом, да, был вопрос, я бы не хотела жить в частном доме, мне кажется, это прям страшновато, потому что, ну, когда живешь в коробке, у тебя везде соседи, дверь, и твои окна достаточно высоко. Если это дом, у меня все время было обещение, что кто-то может перелезть через забор, и как-то это, ну, страшно, вот. Наверное, в каком-то очень безопасном обществе, может быть, где там преступность приближена к нулю, а так мне не по себе, я никогда не жила в частном доме, и вот это ощущение, что это почти чуть-чуть, как будто бы на улице, оно бы, скорее всего, меня не покидало. Трудно ли читать негативные комментарии, когда лезут в семью, чему-то учат? На самом деле, смотрите, если вам какой-то комментарий прям очень сильно вас задевает, это значит, что он как бы нашел в вас слабое место. Не в смысле, что это какая-то вот вещь для вас просто важная, а то, что как будто бы подспутно, вы немножечко с этим комментарием согласны. И когда вас очень сильно вот что-то будоражит, это классный способ найти свои слабые места, которые психика пытается защитить, потому что напрямую вы никогда к ним не обратитесь, там огромный такой толстый слой брони, вы никогда не почувствуете, что на самом деле это где-то вас тревожит, а только через других людей, которые могут, ну как бы там, что-то прокомментировать, где-то что-то подшутить, указать, и вот если вы слышите, чувствуете, что внутри начинается какой-то кипиш, и это прям больно, или очень неприятно, или есть огромное желание вступить в схватку, что-то доказывать, это скорее всего значит, что здесь следует поработать, разобраться и бороться не с теми, кто вокруг, а сделать внутри себя причину собственной неуязвимости. То есть, когда вы разберетесь, поймете, почему так, почему мне так неприятно это слышать, а если человек врет, зачем на него обижаться, да, но если говорит правду, тем более. Все-таки, что в его словах такое, что меня так пронзительно ранит. Ну, в общем, когда ты с этим немножко разбираешься, и перестаешь видеть причину собственной боли в действиях других, а понимаешь, что это же где-то что-то вот у тебя недоработано, или что-то тебя тревожит, и можно вот тут вот чуть-чуть постараться эту ситуацию расправить, ну, как бы отпускать. И вот я в последнее время, если вижу, что мне там какую-то гадость пишут, которая меня задела, я пытаюсь понять, ну, как бы мне интересно даже к себе обратиться, ага, что что-то такого прозвучало, что я так среагировала. И дело не в человеке, ни один так другой, ни это скажут, так третье, ну, типа, это все фигня. А вот как повод чуть-чуть разобраться с собой, со своими чувствами, в том числе подавляемыми, это на самом деле классный опыт. Часто ли ты заходишь в новостную ленту и читаешь новости? Ну, я просматриваю, на самом деле, у меня полностью, практически все подписки состоят из политики, новостей, каких-то свободных журналистов, которые в основном сейчас вынуждены уехать куда-то, потому что их преследуют. Но я стараюсь не углубляться в что-то грустное, раннее, настолько, чтобы это мне мешало, ну, не знаю, делать дела, которые за тебя никто не совершит. В то же время, чтобы быть в курсе событий и не пропустить момент, когда ты можешь на что-то повлиять. Вот, типа, Майхатэскрай, это классная история, но это все до поры до времени. Знаете, когда ты, типа, на земле живешь и думаешь, что вот в огороде, но в какой-то момент он может просто отколупаться от основной земли и поплыть, дрейфовать в шторм. И ты, хоть сколько говоришь, что, а, у меня тут цветочки, и я вообще огурцы ращу, ни о чем не хочу знать, все равно реальность вас когда-нибудь застанет врасплох, если ты ей не интересуешься. Поэтому это все хорошо совмещать с тем, чтобы понимать, что на самом деле происходит. Но я стараюсь при этом не ковыряться совсем в каких-то трагичных подробностях, на которые я никак не могу повлиять, потому что, чтобы это потом эмоционально переживать, мне нужно будет очень много сил, которые вообще неизвестно откуда брать. И главное, что ничего не изменится от того, что ты перестрадаешь, там, наплатишь, кое-как потом ты выздоравливаешь эмоционально, а внешне ничего не изменилось вообще. Поэтому в некотором смысле эта вещь абсолютно бесполезна. Я стараюсь это свести к тому, на что я могу повлиять. Если бы тебе пришлось устроиться на работу, какие бы требования сейчас были к сфере зарплаты коллектива? Я думаю, что это было бы какое-нибудь свободное СМИ или то, что от него осталось. Ну, типа, если бы не расформировали эхо, я бы попробовала туда, я не знаю, носила бы папки вититиктал, как-то так. Но мне бы было 100% интересно общаться с людьми, которые, ну, типа, не сидят под кустом в ожидании, когда все само рассосется, которые стараются на что-то влиять, которые руководствуются идеалами, верой в справедливость и стараются к ней привести то, что их окружает. Вот, и меня всегда такие люди восхищают. Я думаю, с огромным удовольствием работала в катастрофе, где можно с ними соприкасаться. Веришь ли ты в жизнь после смерти? Определенного здания, естественно, у меня нет, но чисто интуитивно у меня есть полное понимание, что жизнь сильно глубже и неизведаннее, чем на данный момент считает официальная наука. Вот, и человек тоже существо несколько более сложное, чем кажется на первый взгляд, чем изучено на сегодняшний день. И если есть какие-то сомнения, можно просто немного поинтересоваться законами квантовой физики, вообще, что творится там, то, что определяется опытами, и то, что до сих пор не могут объяснить. То есть, некоторые вещи могут звучать абсолютно фантастически, но они подтверждены опытами. Но я думаю, что в любой сфере плюс-минус еще что-то подобное существует, и насчет того, что человек может в той или иной форме продолжать, или часть его как-то существовать, я думаю, вполне себе. Какая для тебя достаточная причина для развода? Знаете, я думаю, что минимальная достаточная причина это то, что я пойму, что меня не любят. Потому что можно много всего еще сюда накидать, но все это будет следствие данного пункта. И многие ситуации, которые тоже можно было бы назвать как причина развода, они невозможны, если мужчина тебя любит, и тобой дорожит. То есть, он их просто не допустит. Поэтому нет, наверное, смысла копаться вследствие, когда можно обозначить причину. И, кстати, что касается того, чтобы культивировать в себе принятие только хорошего отношения, потому что со временем может восприятие немножечко притупляться. Ты чуть-чуть привыкаешь, что бы там пренебрегли, здесь, тут как бы чуть-чуть задвинули. Ну, вроде как ничего страшного, можно и не заметить. Можно вспомнить, я так делаю, и мне очень круто помогает вспомнить какую-нибудь самую такую грустную ситуацию своего детства, когда вами пренебрегли или как-то с вами несправедливо обошлись. У меня, конечно, тоже имеется такая история, и вот я ее вспоминаю, как со мной там не очень хорошо поступили, я себя почувствовала нелюбимой, отвергнутой. И я понимаю, что тогда, когда я была малышком, мне так за себя обидно, как я не могла повлиять на то, что происходит, и была просто следствием несправедливости взрослых. Вот того, что они там вовремя не сообразили, как надо сделать, или не захотели, или проявили слабость. В итоге, я, будучи маленьким ребенком, на себе почувствовала вот эту несправедливость, и я как бы возвращаюсь мысленно туда, я понимаю, как мне себя жалко, как мне хочется себя защитить, но ты ничего не можешь сделать, когда ты маленький. И вот я представляю, что я выросла, но внутри меня также есть часть Аленки, малышки. И теперь вполне в моих силах не давать ее обиду. То есть, если тогда, когда я была маленькой, я ничего не могла с этим поделать, то сейчас я могу, я могу выбирать окружение свое, я могу не допускать того, чтобы с ней плохо обращались, как бы с ней, со своей крошкой. Если мне чуть-чуть не жалко себя, девочку, которая уже взрослая, то я не могу допустить, чтобы ее, мою крохотулечку, просто взял и кто-то обидел. И как бы, когда у меня есть искушение сказать, ну ничего там, для себя так не очень-то и надо, я вспоминаю вот этого своего ребенка, который, конечно же, не до конца вырос и немножечко остался внутри меня. Я понимаю, что вот Аленку сейчас я в обиду не дам, и все. И поэтому, что-то там терпеть, подстраиваться, когда к тебе как-то хреново относятся, делать вид, что ты что-то не заметила, или чувствовать какую-то нелюбовь к себе и оставаться в этом месте. Фиг вам. Как ты выбирала имена для детей, Рома и Алиса, веришь ли, что имя там влияет на жизнь? И все такое. У меня, к сожалению, нет полной формулировки вопроса, потому что я тут написала какие-то загогулины. На самом деле имя Алиса, я помню, мне просто снизошло. Иногда, знаете, некоторые вещи, они приходят в свою жизнь как факт. Вот. И я помню, что я училась в школе, у нас на всю школу была одна Алиса. И вот я шла в школу, она шла передо мной, и у меня просто какое-то было озарение, что у меня будет дочка, ее будут звать Алиса. Я такая, ну ок. То есть это даже не то, что было результатом моего мыслительного процесса, а просто как понимание того, что вот это случится в будущем. Что касается имени Рома, то мне просто оно для аудиовосприятия безумно нравится. Причем это не из-за каких-то ассоциаций, не потому что у меня был какой-то крутейший Рома в окружении. Мне кажется, оно такое гармоничное и идеальное. И надо сказать, что если бы, конечно, у Сережи были противоположные пожелания, но у него вообще не было ни одного мужского имени, которое бы ему нравилось. Поэтому в целом сошлись на имени Рома. Так, самый интересный фильм, который ты смотрела за последнее время. Прямо вот за последнее-последнее я рассказывала во влоге все везде и сразу. Я его видела в кино. И он, это просто отпал в башки. Он не всем, наверное, зайдет. Такой немного философский, безумный, крышесносный, остросюжетный, при этом с очевидной моралью. Причем она такая многослойная. Потом я еще прям за последнее время несколько раз пересматривала, что обычно со мной не бывает. Это фильм Апгрейд. Он про дядечку, который попадает в аварию и становится... Ну, в общем, он не может ходить, и ему предлагают вариант все-таки поправить здоровье за счет внедрения определенной детальки в организм. И тогда он как бы начнет жить полноценной жизнью. Он на это соглашается, и дальше события начинают разворачиваться непредсказуемым образом. В общем, очень круто. Еще я тоже люблю из такого остросюжетного потрошителя, там тоже немножко затрагиваются вопросы свой-чужой, про будущее, где появилась возможность заменять некоторые органы на новые, совершенные. В общем, это дорого стоит, и некоторые люди берут кредит на это мероприятие, то есть им заменят какой-то орган. И если случаются обстоятельства, когда он не может за него выплачивать деньги, являются потрошители, ну, это типа коллекторы такие, которые изымают собственность. Ну, в общем, там один из коллекторов, который довольно хладнокровно действовал, работал, оказывается, по ту сторону баррикад там Джутлоуград. Ну, из такого, что я прям обожала, наверное, самый классный фильм всех времен и народов, и он был просто десятилетия мой любимый, это босиком по мостовой стилем швагером. Просто охрененно он совершенно тоже сумасшедший, придурковатый и безумно милый. Все это в нем совмещается, и он просто ни на что не похож, мне кажется, его можно пересматривать просто тысячами раз. Скажи, нашла ли ты свое предназначение на земле? Знаете, мне очень понравилось такое отношение к жизни, и на сегодняшний день я с ним согласна. Думаю, что это не окончательная точка, потому что в целом ты растешься, меняется, и может все это тоже десять раз замениться на что-то другое. Но пока я согласна с мнением, что у жизни нет цели, но есть вкус. То есть жизнь это не марафон, который ты должна прибежать первый, или прибежать в точно отмеченную точку на карте, или прибежать к такому-то сроку, или с таким-то результатом. Как бы это все то, что ты на ходу сам себе придумываешь. Но это определенный путь, который ты можешь пройти скомканно, как-то будучи там несчастным, в постоянном ощущении, что ты живешь чужой жизнью, тебе хочется вообще другого. А можешь попробовать сделать из этого какой-то кайфовый процесс, чтобы это было вкусно, чтобы он был, короче, таким гедонистическим. Я думаю, что, наверное, предназначения какого-то глобального возможно не существует, потому что в масштабах вселенной что такое, господи, человек, да и земля. Вообще непонятная область, совершенно неразличимая во вселенной. Там время, которое живет, даже, наверное, наша земля, ну или там тем более человечество, это просто какой-то пшик. Поэтому я не думаю, что для вселенной есть охренительный смысл в том, что ты там будешь не бухгалтером, а спортсменом, или наоборот. Но чисто для себя в масштабах твоей собственной вселенной прожить эту жизнь с каким-то кайфом насколько возможно. Это было бы определенное достижение. Наверное, если бы был какой-то глобальный мыслитель, который задумал создать человека, то может быть лучше, чем то, что его творение сможет насладиться тем, что он сделал. Какое было для тебя самое тяжелое время, как для мамы? Тоже, по-моему, рассказывала много раз. Самое тяжелое время это первые три месяца после рождения первого ребенка. Мне казалось вообще, ну типа я сейчас оглядываюсь назад, и я понимаю, что это реально было самое сложное время в моей жизни, ну в первую очередь психологически, то есть даже как бы я не нахожу физических обстоятельств, вот реализованных, которые бы настолько на меня давили, чтобы я так себя хреново чувствовала. Я думаю, что, наверное, это все в первую очередь из-за гормонов, потому что чего-то там не хватало, чего-то было больше, и все. Если даже вокруг тебя будет абсолютный рай, у тебя будет ощущение загнанной в угол женщины, у которой вообще нет надежды на то, что будет свет в конце тоннеля. И вот я помню, что у меня было очень похожее состояние, просто ужасное чувство тоски, какой-то беспросветности, и я не знала, что с этим делать, мне ничего не помогало, я просто там сидела в стену смотрела, ну при том, что я пыталась еще видео снимать, и как бы ребенком занималась, но ужасное ощущение того, что ты ни на что не можешь повлиять, ну гнетущее какое-то, с которым ты ничего не можешь сделать, это какой-то кошмар. Я думаю, что это, наверное, что-то было типа депрессии, может быть, после родового, слава богу, что даже без препаратов это рассосалось, я думаю, что этим, конечно, не стоит пренебрегать, потому что у нас любят, типа, а я сама восьмерых детей подняла, а ты тут из-за одного типа горбатишься, все люди разные, гормональный фон, разные обстоятельства, еще миллион нюансов есть, и никогда нельзя обесценивать чужие переживания. Если вы чувствуете, что у вас такая история, прям надо искать помощи, не забивать на это, но при любом раскладе, знаете, что дети растут, становятся более самостоятельными, даже когда кажется, что так теперь будет всегда, конечно же нет. По-моему, последний вопрос, что вы купили на первую зарплату? Так, ну на свою первую зарплату, ну я там подрабатывала, и мои зарплатки были три с половиной копейки, ничего там купить было нельзя, но вот на первую зарплату, которая уже составляла какой-то вес, и я помню, это что-то было почти зарплата с преми, тысяч сорок, ну и типа лет больше, чем десять назад, и для меня это были какие-то гигантские деньги, я помню, долго не могла проморгаться, когда в банкомате проверяла баланс, ну в общем, я помню, что я пошла, поехала в торговый центр, Красная площадь, в Краснодаре есть огромный, и я свинила просто себе весь гардероб, с моей еще способностью находить вещи по сто рублей, кто помнит, такое было, я помню, шла домой, у меня в каждой руке было просто по пятнадцать пакетов, и я купила обувь, какие-то зимние куртки, платья, свитера, в общем, я накупила себе все, это был такой кайф, когда я открыла шкаф, там сгребла все это старье, которое там валялось, и разложила все свои новые вещички, так, ребят, ну пожалуй, я ответила, по-моему, на все вопросы, да, не забывайте, если вам понравилось это видео, обязательно поставить лайк, все, огромное спасибо, что посмотрели, вас целую, и всем пока!